Слова Тунца о расплате за похищение подчеркнули настроение чеченских диаспор. Тунца Абдурахманов публичным обещанием расплаты похитителям родственников в Чечне выразил общее мнение живущих за границей оппонентов Рамзана Кадырова, указали Кавказовет Руслан Кутаев и представители чеченских диаспор. Обещанная расплата не коснется родственниц сторонников главы Чечни, считают они. Как писал Кавказский узел, 8 января в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошел митинг против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея Чеченцев Европы, в акции приняли участие более 400 человек из разных стран Евросоюза. Похищения родственников стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, а за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал на митинге чеченский блогер Тунца Абдурахманов. Поводом для слов Абдурахманова о расплате стала информация о похищении его родственниц, двоюродной сестры в Чечне и матери и сестры жены в Астрахани. Вы делаете вещи, которые никогда не практиковались у нашего народа и которые постыдны. Вы начали трогать похищать прим. Кавказского узла, женщин, родственников жены. Про трогать родственников я молчу, вы теперь и женщин тронули. Не просто женщин рода, но и женщин из семьи жены. Клянусь, мы расплатимся дома за это. Расплатимся не теми методами, которые использовали вы, но мы этого не оставим, заявил блогер, заочно обращаясь к похитителям. Сумма накопленных претензий к представителям чеченских властей определяет отношение к ним большого числа чеченцев, но при этом немногие из них готовы использовать аналогичные методы против своих оппонентов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», живущий в Чечне президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Когда Тумса говорит, что «мы отомстим», он имеет в виду скорее всего такое коллективное мнение. Это не только личное мнение Тумса, это мнение людей, вызванное похищениями, наверняка, затаенную, где-то глубинное, но некое ожидание там присутствует, без сомнения. Тумса несколько раз говорил, в выступлении на митинге в Страсбурге, что дети не должны отвечать за поступки родителей. Я эту точку зрения разделяю, и считаю, что так и должно быть. При этом, когда идет речь о показах мод, это речь о дочери Кадырова, сказал Кутаев. В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» после показа в Париже коллекции одежды модного дома «Фирдаус», которым она руководит. Тумса Абдурахманов в своем выступлении 8 января отметил, что в чеченских диаспорах известны живущие в Европе сторонники Рамзана Кадырова и его окружения. Тут их было много, ходили, делали модные показы и прочее. Приезжали за одеждой, приезжали как туристы. Их здесь никто не трогает, пока они себя как-то плохо не покажут и не проявят зло со своей стороны, заявил он. Чеченское общество продолжает разделять точку зрения о недопустимости нарушений обычаев и традиций даже в отношении своих врагов и оппонентов, отметил Кутаев. Что касается симметричности обещанных Абдурахмановым ответных мер, для людей праведных, людей с глубинными, стойкими традициями, канонами родоплеменного происхождения, чтобы в отношении них не было совершено, запретное остается запретным. Воевать с женщинами и детьми, запрещено, чеченское общество это осуждает. По праву, это посягательство на слабых и беззащитных. Хотя в последнее время практикуется распространение таких идей, как они с нами, так и мы будем с ними поступать, я не сторонник этого. Каждый поступает согласно своим убеждениям, внутренним побуждениям. Какими бы ни были предыдущие преступления в отношении женщин и детей, это не должно становиться причиной ответа, в виде вреда, их женщинам и детям. Должны отвечать совершившие преступления люди. Их родные не могут быть заложниками поведения этих людей, подчеркнул Руслан Кутаев. С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили, помимо Тумса Абдурахманова, и другие критики Кадырова, Минкаэл Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя Вайфонда, Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Хаманрайтес-центр Ичкерия Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста, Комитета против пыток, Абубакар Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. Подробности этой серии массовых похищений можно узнать из справки Кавказского узла, родственники как заложники, новая волна похищений в Чечне. По мере нарастания энтропии в чеченском обществе, обусловленной действиями властей, преследований людей, имеющих отношение к чеченским властям, становится вероятным и в Европе, считает представитель чеченской диаспоры в Турции, блогер Хасан Халитов. «Само собой, если кадыровцы будут и далее доводить людей до отчаяния, то и в Европе начнут их преследовать, как это происходит в Турции», — сказал Халитов, корреспонденту «Кавказского узла». В начале сентября 2021 года было опубликовано видео, в Турции избили чеченского сотрудника МВД, где на тротуаре лежит мужчина, которого удерживают и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере, два человека. В том же месяце житель Чечни Ахмат Арсанукаев заявил, что на него, его жену и ребенка в Стамбуле напала группа вооруженных людей. Вернувшись в Чечню, Арсанукаев сделал серию объявлений о кровной мести, вызвав негодование чеченской диаспоры в Турции. В октябре 2021 года в Стамбуле и Анталии были задержаны шесть человек, четверо россиян, украинец и узбек. Их арестовали по обвинению в политическом и военном шпионаже. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, говорится в справке «Кавказского узла» Эрдоган против Кадырова, шпионский скандал в Турции. При этом высказывание блогера Тумса Абдурахманова Халитов истолковывает, как антитезис действиям чеченских властей. «Мы люди верующие, Всевышний нам устанавливает жить по законам, и то, что не противоречит нашей вере, традициям, обычаям, в соответствии с этим. Мы спросим с них. То, что говорит Тумса, означает, что «мы тоже могли бы мстить вам также, такими же методами, но мы не переходим эту границу». И тем самым он хотел донести до многих людей, тех, кто имеет какие-то симпатии к этой власти, показать, кто есть кто, на самом деле. Они из него, Кадырова, делают идола для подражания. А подражать нечему, это мое мнение, сказал Хасан Халитов. И в действиях и высказываниях чеченских властей, и в критических выступлениях их оппонентов есть серьезный потенциал для конфликтогенности, считает адвокат Заурбек Садаханов, проживающий в Европе. Претензий с обеих сторон может быть очень много. И чеченские власти, на мой взгляд, совершают непозволительные вещи и, соответственно, с другой стороны, критики также не особо избирательны в выражениях. Даже если абстрагироваться от обеих сторон, любой человек захочет восстановления социальной справедливости, если считает, что в отношении него поступили несправедливо. Это естественно, когда посягают на жизнь, здоровье, честь, а в ситуации с похищением человека, пытками и издевательством, тем более, когда речь о чеченских женщинах, любой человек захочет призвать к ответу. Когда Тумса делает такое заявление, или иные оппозиционные Кадырову лица, я вполне допускаю, что они такие планы имеют, потому что они считают, что в отношении них поступили недопустимо с точки зрения международного права, российских законов, ислама и чеченских адатов, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Садаханов. При этом адвокат воздержался от предположений относительно способов расплаты, о которой заявил Тумса. Если он Тумса, говорит про сторонников чеченских властей, значит, имеет в виду тех, кто так или иначе связан с ними. Если люди подобные заявления делают, значит, они имеют соответствующий умысел. Может, они будут использовать правовые механизмы европейского правосудия, может, иные механизмы, мы лишь можем догадываться, сказал Заурбек Садаханов. Похищение родственников чеченских активистов, известных критикой в адрес властей Чечни, стали возможными из-за уверенности Рамзана Кадырова в том, что такие действия останутся для него безнаказанными, указали в декабре 2021 года опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и активисты. С точки зрения чеченского традиционного права ответственность за преступления против личности несут непосредственно виновные, добавил он. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, говорится в справке «Кавказского узла» Эрдоган против Кадырова, шпионский скандал в Турции. Это люди, совершившие противоправные действия, которые принимали в какой-либо форме соучастие. На родственников и иных лиц, кто непосредственно не причастен к противоправным действием, на них такое возмездие не распространяется, независимо от того, с какой они стороны, отцовской или материнской, прим. «Кавказского узла». Ответственность несет виновное, причастное лицо, соучастники. Что касается посягательства на честь и достоинство женщины, это намного более весомое преступление и соответственно, за это, более серьезное наказание. Например, когда речь шла о кровной мести, то за женщину «виновные» отвечали жизнями двоих мужчин. Это говорит о том, что честь и достоинство, жизнь и здоровье женщины в разы ценнее в традиционном обществе, рассказал Садаханов. Адвокат отметил, что во всех правовых системах, международной, национальной и традиционной, преступления против личности преследуемы и недопустимы.